я рада приветствовать вас на канале натали мастер с мой канал это мастер-классы по вязанию крючком и спицами видео выходят почти каждый день поэтому обязательно подписывайтесь подписывайтесь на мой второй канал на магазин пряжи я нахожусь в москве и рассылаю по всему миру и конечно же не забывайте про instagram сегодня у нас потрясающе интересная модель к которой я для вас разработала завтра послезавтра будет вторая заключительная часть а сегодня мы займемся кокеткой топ крючком с переходом с градиентом цвета который очень легко достигнуть я использую пряжу двух оттенков это голубой и синий цвета пряжа филадискозия пряжи которая красиво смотрится она скручена очень тоненькая филадискозия номер восемь и поэтому прекрасно выглядит в соломоновых петельках как видите они здесь будут не волнуйтесь топ не будет прозрачным я прекрасно знаю что многие мои подписчики очень не любят какое-то просвечивание прозрачность из-под кокетки мы будем вязать часть топа вниз поэтому он будет совсем не прозрачным не волнуйтесь сегодня мы вяжем только кокетку вот эту роскошную богатую с множеством множеством фаут валанчиков посмотрите как здорово я подобрала цвета и переход выглядит так как будто не два цвета постепенный градиент и этого очень легко добиться сейчас я вам расскажу каким образом кокетка круглая достаточно большой вырез и можно спускать на одно плечо размер мл и конечно спрашивайте я отвечу как можно отрегулировать размер посмотрите как здорово мы будем использовать столбики рельефные как вы видите соломоновые петельки и столбики обычные столбики без накида столбики с двумя накидами все дело в зоне в переходе цвета красивая кокетка и то что увидите начало простой филийная на контрасте с более сложной каймой можно будет вставлять красивые шнурочки жгутики по желанию и я думаю это тоже будет полезно и можно будет еще регулировать вырез таким образом дополнительно я люблю когда так поэтому придумала именно такую модель крючок я использую три с половиной и давайте посмотрим на пряжу конечно вы можете у меня в магазине и приобрести недорогая пряжа очень качественная это идеальная пряжа для крючка разная толщина есть она классическая идеально скрутка у нее она не жесткая 50 грамм 340 метров поэтому мы с вами будем весь то повязать в две нити и второй цвет идеально подходящий к темно-синему это 61 оттенок такая пряжа и для начала нам нужно из двух ниточек синий и голубой набрать 168 петель и замкнуть в круг мы можем набирать не очень туго потому что все равно двумя рядами будем потом обвязку делать и отрегулируем вырез так как нам нравится 3 воздушные петли подъема петля воздушная поворота и через одну петлю мы делаем столбик с одним накидом самый обычный воздушная петля и столбик с накидом это первый ряд второй и третий ряд вместо одной воздушной петли между столбиками мы провязываем 2 воздушные петли расширяем таким образом кокетку второй третий ряд вяжем абсолютно одинаково всегда по кругу по лицевой стороне четвертый ряд 2 воздушные петельки подъема и это ряд столбиков без накида под арку из двух воздушных петель я вяжу 2 столбика без накида и столбик без накида в столбик с накидом предыдущего ряда такой весь четвертый ряд и переходим к пятому ряду 3 воздушные петли подъема далее делаю до 4 петли воздушные подъема делаю накид и провязываю патентный столбик то есть в три этапа столбик с одним накидом я провязываю можете включить замедленное воспроизведение для начинающих тугая воздушная петелька петля соломона отделяю одну ниточку от петли соломона провязываю в нее столбик без накида далее мне нужно пропустить две клеточки будьте внимательны и провязать два патентных столбика столбик без накида предыдущего ряда между столбиками воздушная петелька и так мы повторяем снова петля соломона и два столбика между ними воздушная петля так вяжем весь пятый ряд оставлю ссылочки на простые петли соломона обязательно таким незатейливым образом наша кокетка расширяется и я должна провязать еще один такой же в точности ряд и два столбика мы вяжем в галочку под воздушную петельку чем же отличается у нас седьмой ряд тем что мы вяжем не одну петлю соломона а после столбика без накида 1 петли мы провязываем вторую и потом уже под арочку из 1 воздушной петельки мы вяжем галочку из двух столбиков патентных с одним накидом вот и все отличие я придерживаю средним пальцем и делаю петлю соломона кругленькая обратите внимание какая у меня техника далее 8 ряд это тоже самое повтор 7 и 9 ряд 9 ряд точно также это две петли соломона но галочку мы провязываем следующим образом это два патентных столбика с одним накидом воздушная петелька и два патентных столбика с одним накидом вот чем отличается девятый ряд такие кругленькие петельки я стараюсь делать не вытянутые плоские а объемные и за счет того что у нас нитки двух цветов мы достигаем красивого меланжевого эффекта и переход будет смотреться особенно здорово десятый ряд мы шагаем соединительным столбиком под арочку после соединения ряда и вяжем 10 ряд точно так же как и 9 давайте посмотрим вот видите они абсолютно идентичны и в одиннадцатом ряду вот сейчас я вижу 11 ряд и точно так же у нас остается две петельки соломона и как мы провязываем галочку я должна начинать вязать рельефные столбики первый рельефный столбик патентный под всегда по лицу вяжем под первый столбик такой же под 2 рельефный столбик лицевой далее под арку я вяжу патентный столбик с одним накидом 2 штучки далее 2 воздушные петли опять два патентных столбика с одним накидом под арку 2 и заканчиваю мотив двумя рельефными лицевыми столбиками патентными с одним накидом такой 11 ряд начинаем вязать рельефные столбики и между мотивами мы продолжаем вязать две соломоновые петельки вяжем круговой 11 ряд теперь давайте поговорим о двенадцатом ряде у нас остается две соломоновой петли и как мы вяжем мотив мы продолжаем вязать рельефные столбики патентные с одним накидом 1 2 3 4 далее воздушная петелька и подарку мы вяжем патентный столбик с одним накидом воздушная петля и 4 патентных столбика рельефных с одним накидом лицевых вот что из себя представляет 12 ряд очень приятный процесс простой эффектный красивый все как мне нравится топ будет замечательный я уже чувствую надеюсь вы со мной разделите восторг снова две воздушные петельки соломона кругленькие хорошенькие вяжите их объемными обязательно тогда будет особенно красиво и заканчиваю 12 ряд я соединительным столбиком как обычно соединяю провязана 12 рядов уже очень здорово все смотрится далее я буду вязать в 2 нити но только синим цветом доберу я синий цвет две ниточки и поехали как же я вижу 13 ряд смотрите очень просто начнем с мотива то вы сначала поднимаетесь четырьмя воздушными петлями подъема а далее вяжите первый столбик рельефный патентный с двумя накидами двумя 1 2 3 4 провязали 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 в четыре этапа провязывается патентный столбик с двумя накидами И таких столбиков мы провязываем 4 лицевых рельефных, далее подарочку мы вяжем пятой, далее 2 воздушные петли и рельефный лицевой столбик патентный с двумя накидами под центральный столбик. Две воздушные петельки, вот здесь я пропустила столбик под арку еще один, такой у меня ошибочка небольшая, вы провяжите его пожалуйста, и 4 рельефных столбика под каждый из столбиков предыдущего ряда, который у нас уже связан. Вот так просто красиво, далее мы уже не вяжем петли соломона, я провязываю 5 лицевых петелек и в центральный столбик без накида я вяжу столбик без накида, 5 воздушных петель и снова повторяем то, что я вам уже рассказала, как мы провязываем мотив в этом ряду. Я соединяюсь и далее мне нужно выполнить простую обвязку столбиками без накидов, я не советую вам делать пико или какие-то фистончики, так как уже мы накрутили узор и мы благородно обвяжем столбиками без накида, чтобы вид был законченным, столбик в столбик. Под арочки центральные 2 столбика без накида, 1 столбик без накида в центральный столбик и еще 2, чтобы у нас получился уголок, то есть всего 3 мы вяжем. Далее 2 столбика без накида под арку, снова 5, далее самое интересное это как мы с вами будем не просто обвязывать наши арки из 5 воздушных петель. Подходим к этому моменту, вяжем под арку, вот так вот мне захотелось, 2 столбика без накида, 3 воздушные петли и 2 столбика без накида. И повторяем то же самое, я закончила обвязку, посмотрите что у нас с вами получается, мотивов очень много, они образуют пышную каунву, красивую фолдящую такую валан. И обвязываем столбиками без накида кокетку, двумя, самым простым образом, один в столбик, другой под арку и второй ряд повторяем. И обвязываем, мы можем отрегулировать такой вырез, как нам нравится, потуже, послабее, можем потом шнурочек сделать и сделать кулиску. Посмотрите, как изнутри рельефные столбики красиво выглядят, так вот все смотрится восхитительно, красивый переход, я думаю на сегодня достаточно. И из-под оборки мы с вами будем вязать вниз полотно основное топа, и на этом я на сегодня с вами прощаюсь, не забудьте поставить лайк, мне будет очень приятно, оставляйте обязательно комментарии, я всегда читаю все комментарии, поставлю вам тоже лайк, пошлю сердечко, и постараюсь ответить, если вы у меня спросите что-нибудь важное и хорошее. Кстати, на этой основе можно и платье связать, но у нас с вами будет топ. Пряжа это замечательно, я вам очень-очень советую, приобретайте у меня в магазинчике, а на сегодня я с вами прощаюсь, всех целую, всем пока. Всего вам самого-самого весеннего.